Наверняка многие на этом канале не знают, что я не различаю цвета. И когда люди об этом узнают, у них сразу возникает много вопросов. Они начинают спрашивать, какой это цвет, какой это цвет. Тыкать на предмет и спрашивать, какой это цвет. Или потом возникает вопрос, а как ты бегаешь туда ориентированием? Потому что ориентирование это очень важная часть, ну именно чтение карты, именно цвета. Вот, и сегодня я хочу рассказать, как я вижу карту, как я вижу цвета на карте, и по каким цветам я ориентируюсь и по каким не ориентируюсь, какие я практически не использую. Сегодня я покажу несколько карт, карты все с этого года, которые я снимал на видео, которые я бегал. Так что далеко ходить не будем, искать другие карты, именно те, которые я в этом году бегал. Сегодня вот воскресенье, сегодня кончились старты, я никуда не поехал, ни на какое ориентирование. Пацаны, кстати, Тимур, Леха побежали в тренировку ориентирования. Я не стал ехать с ними, решил записать такой видос. Погода говно на улице, такая вот кошка спит вот здесь. Ну и бардак такой вот после переезда. Вообще, видео о дальтонниках там полно в интернете. Вот одно видео мне понравилось, там прикольно рассказывают и показывают, как примерно выглядит то, что я вижу, допустим, да, глазами. Вот здесь я ссылку оставлю. А я расскажу именно, как это происходит у меня в ориентировании. Все, короче, сейчас я покажу вам свой экран. Точнее, ну что, ладно, экран включаю. Короче, сейчас покажу сначала, как выглядит, ну, пример того, что я вижу. Точнее, не знаю, как проверка того, что вижу я цвета или не вижу. Вот есть такие таблицы специальные, где цифрами написаны, точнее, на кружочках написаны цифры. Допустим, здесь я вижу 96, здесь там кружок-треугольник, здесь пятерка, девятка, да, кружок. Треугольник. Здесь я, допустим, ничего не вижу. Но, наверное, люди с обычным зрением видят здесь что-то. Я здесь не вижу ничего. Здесь 13. А, наверное, вот здесь как раз 13. Я не вижу это. Здесь ничего не вижу тоже. Пустота. Просто кругешочки разноцветные. Но, оказывается, здесь вот есть кружок и треугольник. Но 96 здесь видно. Здесь пятерка, кажется. Да, шестерка. Это шестерка. Где девятка. Ну ладно. Вот. Вот так это выглядит. Ну, то есть такие тесты я всегда проваливал. Где-то мне его давали, я их всегда проваливал. Поэтому, как бы, так это определяется. Вот. Теперь давайте пойдем смотреть карту. Давайте сразу возьмем, не знаю, последнее, последнее соревнование с Усанина. Да. Вообще, когда я ориентируюсь, я пытаюсь ориентироваться на больше только на рельеф. И дороги, рельеф. Понятное дело, что вот здесь логично и понятно, что это поляна. То есть это я понимаю. Я скорее ориентируюсь как-то логично больше. Понимаю, что поляна, вот если дорога, то, скорее всего, это тоже поляна. Потому что, ну, на дороге обычно поляна есть. Вот здесь перекресток, понятно, поляна. Вот здесь дальше зеленка, вот на это, именно на этой карте очень хорошо читается зеленка, ее видно прямо вот эти вот зеленые куски, и они очень хорошо отличаются от желтых. Поэтому здесь более-менее вообще хорошо читается, где зеленка, а где поляна. Но бывают такие, ну, вот, не знаю, здесь как бы логично все, но вот, допустим, в общем, вот линия рельеф для меня они могут быть зеленые, и иногда я не понимаю, что за прикол, почему, что такое зеленые линии. Или, допустим, вот я не знаю, какого цвета этот крестик. То есть есть крестики вроде коричневые, а есть крестики зеленые. И я тоже не понимаю, что означает, какой крестик, поэтому на крестики я практически не ориентируюсь. Я вообще не понимаю, для чего нужны крестики в карте, и я, когда только прибегаю на место, я понимаю, либо это корч, либо это муравейник, хотя муравейник сейчас обозначается по-другому. вот так что эта карта более-менее ну то есть мне здесь вот все хорошо все как очень контрастно и все различается давайте пойдем дальше вот как карта мостарта в челнах это вот ужасная карта здесь ни хрена не понятно вообще что происходит видно видно вот эти вот полянки понятное дело это видно но здесь есть еще куча вот таких вот каких-то цветов и вот это я уже не понимаю что поляна это или зеленка непонятно вот это вот я не знаю что поляна это или зеленка какой цвет я не понимаю это понятно что зеленый цвет потому что ну это муж таких поляна не бывает и как бы это понятно что зеленый но вот эти вот очень мелкие кусочки тут вот это все я не знаю какой цвет вот реально это поле поляна то ли зеленка непонятно вот ну когда прихожу сюда и вижу что это очень яркий цвет и это понятное дело полуоткрытка такая и вы когда я на втором ошибся нашелся именно на полуоткрытки вот это вот все вообще непонятно вообще непонятно какой этот цвет это либо зеленый либо желтый и только логически я могу вот сейчас я даже не знаю какой там цвет но я сейчас думаю что скорее всего это поляна потому что ну допустим здесь есть отдельно стоящее дерево и скорее всего один стоящее дерево стоит именно ну на полянах обычно поэтому только так я могу доказать что это поляна и прибежав там со 2 на 3 если я выбегу сюда я только там пойму что это было поляна оказывается вот эта карта очень такая здесь очень много вот туда непонятно какой цвет вообще зеленый и желтый понятно вот эту полянку я вижу конечно может быть такое что я сейчас говорю что это полянка на самом деле зеленый то есть такой тоже может быть но тут видно что зеленый тут видно что вроде полянка вот эта карта мостарта потом карта народ здесь была такая ситуация я бежал на первый пункт вот сюда на первый бежал и у меня был план выйти на вот эту вот огромную поляну то есть я думал я бежал или думал огромная поляна и в конце поляна дорожка все понятно и когда я выбежал вот сюда и потом я выбежал вот сюда здесь здесь как раз таки вот она эта поляна а я не видел вот это разграничение что она кончается здесь как бы цвет очень похож вот они прям одинаковые цвета и поэтому для меня мне казалось что эта поляна она продолжается сюда и вот когда я выбежал сюда и я увидел что поляна как было заканчивается прям сразу же вот если я перешел и поляна закончилась и я понял что значит это не поляна значит это все-таки была зеленка и пошел уже вот этим вариантом вот сюда до дорожки то есть я узнал о том что это зеленка только вот уперся в нее вот и такие ситуации часто встречаются когда я бегу и не понимаю впереди у меня зеленка или или поляна дальше здесь вот здесь вот таких моментов тоже очень много здесь не знаю понятное дело что вот в этом месте видно разделение но и тем более сейчас но набегу от этого разделения не увижу для меня все это будет зеленое или непонятно какого цвета куча всяких цветов которые я не знаю какие вообще или вот здесь для очень много разница поэтому я я когда буду бежать здесь то есть я даже не пойму что это даже я не буду планировать что здесь должен быть должна быть открытая территория но мне кажется что это поляна но потому что обычно бугры всегда открыты частенько бывает такое что бугры открыты поэтому можно логично думать что это поляна такая ситуация была вот на девятом пункте тоже вот здесь вот когда я вышел сюда я не до того как я шел вот здесь я поднимался я не знал что здесь будет у меня но я подозревал что скорее всего если это бугор то на бугре еще песочек то скорее всего это будет поляна потому что бугры опять же чтенька открыты вот и выбежав сюда вот здесь у меня уже все одним цветом идет вот здесь я не вижу где здесь чё и поляна здесь или зеленка уже совсем непонятно поэтому я бежал в основном только по рельефу и старался держать высоту но в итоге я пробежал пункт и ушел дальше вот это сложная карта для меня была в плане и ориентирования в плане цветов и вот здесь тоже была сложная ситуация прям вообще здесь я проиграл как раз я бежал 2 на 13 она 14 стал 3 и вот здесь я не понял что происходит я я я не знал что здесь где поляна где зеленка я просто просто бежал азимутом и не понимал хотел быть просто азимутом я не знал что это поляна но здесь вариант конечно было так по дороге лучше пробежать чем лезть вот сюда вот здесь такие сложные места где допустим вот такие вот пятна это очень яркий такой цвет скорее всего это зеленка побывает таких местах просто встречаются еще пятна но они оказываются полянами и вот таких местах очень сложно понять что это поляна и поэтому я тоже не как бы внимание не обращая и вот тут ориентироваться просто по про по градации по такой вообще невозможно дальше это карта лонга на пфо в ижевске вот это вообще идеальная местность потому что здесь идеально читается рельеф поэтому про рельеф убежать ну прям прекрасная мне больше всего нравится и понятное дело что здесь я не обращаю внимание никакие зеленки не поляна и поэтому стараюсь не обращать внимание но здесь было тоже такое место довольно сложное это вот здесь здесь такой то есть непонятно издалека когда я бегу вот здесь планирую маршрут я не понимаю что здесь у нас зеленка или это открытка поэтому я только когда выбежал сюда я начал понимать что ну да скорее всего это открытая местность это поляна и поляне и ну здесь конечно закрыли здесь не понял чего вообще как-то отсюда я вышел удачно на пул ну вот это единственное сложное место было на этой карте в плане цветов но все остальное бегу чисто по рельефу и но здесь по болотам про рельеф но и дороги вот еще одна сложная ситуация это конечно спринты на спринтах я всегда боюсь забежать на оливку я не я у меня вообще оливка не различается с желтым то есть если я вот здесь вот допустим да видно четкое разделение что вот здесь вот поляна а вот здесь оливка причем она еще за забором поэтому это логично что там будет оливка это окей но если мы возьмем вот эту ситуацию то я даже не знаю что это оливка или это кусты ну скорее всего это кусты потому что ну в таком поле вряд ли будет какая-то клуба но для меня этот цвет абсолютно одинаковый с этим если так взять но вот такая ситуация вот здесь да этот цвет абсолютно одинаковый вот с этим например но если вот эту ситуацию смотреть то здесь уже видно что они разные потому что они рядышком стоят но когда я смотрю его отдельно они вообще одинаково поэтому я даже не знал что это клумба я пробежал и пробежал вроде бы по ней даже потому что она была такая на местности не очень очевидная но когда я пробежал по ней я понял что это клумба вот этот момент это тоже вроде как оливка я пробежал вот здесь вот здесь я пробежал но меня не сняли ну как бы что-то здесь не особо не следили за этим вот поэтому вот когда клумбы стоят отдельно от чего-то я вообще не различаю их поэтому я стараюсь всегда почти на всех спринтах бегать все углами и практически не забегать на на такие вот предподъездные какие-то клумбы там газончики и все такое потому что боюсь что это будет боюсь что это будет оливка вот здесь ситуация я тоже я вот сейчас даже не знаю что это такое это оливка или это зеленка кусты или что это такое я не могу понять и пока это там не посмотрю на местности что это я не пойму здесь можно подумать что это скорее всего ограда ну живая изгородь каким цветом она рисуется обычно не таким обычно она вроде красным рисуется или таким розовым каким-то вот вообще ну вот здесь тоже непонятно что за зеленка это или оливка непонятно вот этот цвет тоже непонятный какой-то то есть некоторые цвета я просто я я вообще не понимаю что это такое что еще такое взять ну и еще одна вот идеальная карта для меня это там допустим соревнование оса тоже очень хорошо рельеф читается поэтому по рельефу можно сбежать вообще спокойно и практически не читая никакие вот эти растительные ориентиры вот примерно так я вижу карты ориентируюсь я в основном по рельефу по каким дорогам по воде не знаю болотам и практически не смотрю на растительность и для меня растительность больше ориентир когда я до него добегу я не могу заранее планировать маршрут по этой растительности а только в моменте когда я увижу его вот когда добегу ну все наверное вот не знаю я вообще смог объяснить или не смог как я вижу и как я ориентируюсь но я хотя бы попытался не знаю может есть какие-то вопросы будут то задавайте я отвечу или запишу еще видос но вот пока на данном этапе получилось вот так вот